здравствуйте с вами опять я Андрей Непряхин на сегодняшний уроке мы с вами рассмотрим самый бич нашего СДК это Invalid Face убитые полигоны сейчас мы с вами сделаем небольшое отступление немножко помоделируем и продолжим дальше рассмотрение наших пришивок давайте мы с вами подгрузим в сцену нам нужен объект именно модель сталкера для масштабирования правильного она находится у вас sdk editors raw data object dynamics actors stalker neutral вот он наша модель на формате у нас object находится окошечко свернем пока вот у нас подгрузилась для правильного масштабирования и сейчас мы с вами создадим небольшое такое бревно на котором можно было посадить в клавочку цилиндр геометрии вот так давайте мы его подправим f4 отображение ребер вот добавим максималку сбросим поменьше поставим пусть будет 12 вот и немножко увеличим длину длину поставим побольше так это у нас готовая модельку сейчас мы немножко его подтекстурируем сталкера давайте пока мы вскроем он нам не нужен так инвертируем нашу модель в дидабл поле выберем полигоны выберем полигоны верхний полигон давайте мы сами выберем и сделаем их плоскими так первые четыре полигона вид сверху вид сверху вид сверху немножко отпустим и так же мы с вами возьмем нижнюю часть полигонов выберем таким способом тоже сделаем выравниваем по камере чуть-чуть повыше и удалим они нам не нужны так они будут лежать у нас на земле так с этим у нас готово давайте мы чуть-чуть выставим поровнее нашу модельку чтобы находился у нас на плоскости сервина теперь приступим быстренько приступим к экстурированию откроем материалы наши вот будем использовать несколько материалов допустим первым у нас будет эта кора открываем вот и давайте мы придем кладочку полигоны выберем те полигоны которые у нас находятся сбоку выделим в данном случае у нас будет кора дерева и вот и применим наш материал следующее надо будет придать торец нашего бревна текстурку давайте сейчас выберем вот вот наша текстурка спил открываем выбираем наши полигоны торцевые бревнышко и придаем эту текстурку также вставляем имя не забываем и теперь верхнюю часть выделим наши полигоны игнорирование поставим чтобы у нас планер байангл выделение по поверхности так и применим следующий материал какой нибудь неотесанная текстура неотесанного какого нибудь деревянного покрытия вот так же вот это у нас подойдет вот открываем и присылаем им вот так у нас все готово применим как мы видим можно также приступить применять модификатор RADUVW применять его немножко подправить как вам угодно но этим не будем заниматься и специальные руки по раскладке текстур объектов так у нас бревнышко готово применим модификатор Subdivitch давайте отобразим мы применим вот все мы применили и так у нас модель готова к экспорту и давайте еще создадим модельку я специально установлю направление так применим и считать что это у нас провод который я хотел сделать именно что кусок изолитропровода чтобы понятно было почему на что акцентировать ваше внимание так переходим нам нужно сделать здесь сделать небольшие сглаживания назначим дейзер при выделении вот и немножко закруглим вот таким способом закруглим чтобы было похоже что он мягкий гладкий провод при прислоднении к нашему модельке дерева так это у нас готово опять также здесь назначим дейзер вот таким способом и придадим ему визуализацию сдавать ему сделаем отображение именно что провода круглого нашего ну сейчас у нас большой размер давайте уменьшим вот таким способом так мы придали визуализацию 12 давайте сделаем чуть поменьше поставим ему приблизительно 8 так опять мы подправим чтобы касался он не касался нашего бревна вот так провод наш готов давайте посмотрим что у нас получилось вот грубо говоря что у нас провод лежит на этом бревне так теперь у нас все готово не переходя в модификатор не конвертируете дабл поле сразу мы применяем текстуру давайте мы откроем материалы и применяем на текстуру провод находится в правке у нас проб вот пусть будет в этом 0.1 давайте 0.3 применим текстурку вот и присваиваем эту текстуру давайте снимем отображение рюбер и посмотрим как бы у нас текстурка не очень красивая видения применяем дабл открываем редактор наш переходим во вкладку элементы выделим наш элемент и сделаем вертикальную растяжку поставим f2 снимем отображение свечения нашего полигона красное нам снять давайте посмотрим что у нас начинает получаться видите да начинает потихонечку растяжку много вот таким способом теперь ножку можно его немножко ну теперь у нас повод похож что это провод в данный случае если применить модификатор дабл поле после до текстурирования и теперь нужно конвертировать литово поле так у нас этот объект готовы этот готовы все у нас готово давайте теперь импортируем нашу сцену еще один объект в данном случае узнать что у многих есть такой объект к примеру есть еще одна такая красивая машина экспортируем такая бмп так называемая у многих она есть эта машинка вот так же мы ее экспортируем в нашу сцену так давайте приступим к экспорту переходим утилиты открываем stalker экспорт в данном случае модель у нас выделена и экспортируем давайте мы сами создадим папку здесь то есть назовем ее назовем ее это номер один экспортируем посмотрим что у нас отображается saving object прошел успешно отображение теперь архитектуры которые присутствовали вот и есть у нас материал который имеет два фига это поражение двух сторон мы особо не расстраивали этот объект и так мы сейчас пока скроем дальше выделим наше бревно давайте мы сделаем сброс фронт так как у нас у него коси корня находится в конце поставим по центру просто чтобы у нас парамет образился в нашей сетке и сделаем Reset ExFrom конвертируем его в поле и теперь можно его экспортировать сталкер экспорт экспорт вот наша папка тест которую который мы с вами создавали и назовем его объект 2 сохраняем saving object успешно теперь мы его скроем это из-за программы записывающей оно у меня плохо отображается меню так и последним остался наш провод там продлил за экспорт экспорт editor объект доним опять папку тест и назовем объект 3 так готово следующим этапом мы запускаем наш Level Editor вот и сейчас посмотрим что мы с вами смоделировали какие ошибки там у нас возникнут в этом процессе что мы с вами сделали и так и посмотрим как исправлять данные ошибки тема нашего сегодня широкой invalid face так называемой битой полигоны так давайте откроем какую-нибудь тестовую сцену у меня есть вот и на нашу сцену мы с вами сейчас поставим наши объекты где у нас папка тест которую мы с вами создавали вот она тест объект 1 так привязочками включены ставим объект 1 дальше объект 2 ставим объект 2 и объект 3 данная локация объект 3 следующее нам нужно удалить сектор переустановить Default Default и Remove Default она у нас это не ошибка это предупреждение о том что вы начали изменять локацию делаем продолжить и делаем Create Default Create Default так у нас готово проверяем сцену нажимаем Compute Build делаем наш build вот у нас отобразилось что у нас есть invalid face сразу вот у нас выстрелся invalid face и cylinder has 1 invalid face remote если мы с вами запустим компиляцию на нашей локации сохраним и запустим наш компилятор локации и посмотрим что у нас сейчас выдаст обратите внимание на нашу ошибку вот у нас высвечивается Fatal Error Error 13033 invalid face Aborted провал компиляция Error invalid face вот он отображается что у нас очень много invalid face ошибок первое что можно сделать есть специальный батник который можно запустить для обхода если мы запустим этот батик он предлагает предлагает введите они 2 ставим коваршу 2 нажимаем enter все у нас готово если мы сейчас запустим компиляцию локации вот у нас пройдет успешный build вот он пошел он сразу всылается о том что ошибок у нас больше нет у меня как бы есть но она их просто пропускает не обращает на них внимания давайте закроем с вами вот ну в данном случае нам нужно исправить эти ошибки так где у нас эти ошибки давайте начнем с нашего бревна которое мы с вами создали видим что у нас есть две полосочки такие вот красные вот открываем наш TD редактор отобразить все так в принципе не нужно было отображать давайте отобразить по имени в данном случае у нас цилиндр отображаем его ну вот и смотрим где у него данная ошибка давайте посмотрим у нас двух сторон здесь нажмем клавишу в отображении и где у нас максимальное количество ребер ага вот получается вот эта сторона на которой образовалась наша ошибка вот именно две грани нижние два ребра на которые нас ссылается что здесь у нас инвалид фейс давайте посмотрим что это выделим те полигоны которые примыкают к нашему нашей обшивке нижней нижней и подтянем наш полигончик посмотрим что у нас тут ничего не изменяется давайте мы с вами скоем shift selected где у нас на другой стороне ошибка у нас на другой стороне ошибка вот она ошибка еще раз посмотрим если мы потянем за этот полигон видите тянете да внутри у нас есть тот полигон который как бы у нас сжатый сдавленный он очень тонкий на который нет расклад никакой что нужно сделать давайте мы выделим вот эти полигоны которые примыкают к нему чтобы они нам пока не мешали вот скроем и удалим этот полигон все мы удалили этот лишний полигон ну а теперь можно его экспортировать вот и следующие у нас на бандели бмп которая у нас была они также находятся на нашей инвалид фейсе давайте посмотрим на данной пушке здесь также показано что есть линия красная которая также указывает на наш инвалид фейс прям наш редактор отобразить по имени пока в данном случае наш вот видите вот в этом месте где наша пушка вот в это ребро показывает также присутствует инвалид фейс давайте посмотрим что здесь у нас так же перейдем в кладку полигона и попробуем вот этот полигончик подтянуть посмотреть что у нас получается действительно так ли это видите да вот этот полигон вот он полигон у нас отображается видите сейчас его в данном случае нет если мы потянем появляется новый полигон так же он здесь находится у нас скрытый что мы можем с вами сделать как исправить так же давайте мы с вами выделим наши полигоны которые примыкают к этому полигону чтобы они пока нам не мешались вот мы его вскроем и вот он наш тоник и наш полигончик давайте вскроем остальные вот наш полигон который в данном случае ссылается на нашу ошибку делит удалили его показать все в этом месте образовалась в данном случае у нас щель ну фактически она сейчас не будет видно если она будет прям так сильно эта щель большая мешаться нам нужно будет ее просто подредактировать сделать вырезание перейти в поле кут можно сделать небольшую подрезку вебер и это дело обязательно будут эти вертексы потом сделать коллапс на слияние вот теперь в этом месте у нас дырки не будет но это если это сильно прям уж он мешает и так это у нас готово давайте теперь мы с опять сделаем такой небольшой экспорт сбросим наши объекты и опять таки делаем экспорт толкер экспорт экспорт экстракт объект вот где наша папка тест выберем наш один объект заменяем и наше бревно которое мы с вами правильно правильно так и сделаем экспорт папка тест объект 2 сохранить до сохраняем если мы сейчас в данном случае запустим нашу локацию давайте эти два объекта удалим и по новой их поставим чтобы нам не перегружать наш sdk объект 1 ставим объект 2 ставим так опять переходим в restrict это сектора портала remove the cloud create the cloud пересоздали на сектор и он опять build проверяем вот так объекты у нас так и остались все старые и ошибка наша осталась старой давайте мы сами закроем наш левого гитар так как он все старый осталось кэш память не перегрузился на левого гитара по новой сейчас перезапустим его отображением открыл нашу локацию тестовая наши объекты фактически сразу же ставят на месте не надо ничего делать вот и делаем сразу же у нас билд компили билд давайте посмотрим как мы видим что на бревне наши ошибки и тебя исчезли мы исправили мы удалили наш инвалид фейс вот на нашем машине также еще остались по прежнему ошибки которые тоже нужно продолжать работать с ними но как мы видим а на той пушке которая была эти ошибки щедли давайте попробуем с вами сейчас посмотреть старые ошибки вот давайте бросим сцену и запустим наш компилятор который у нас прошел компиляция локации вот пошли у нас ошибки которые он пропускает давайте остановим его вот и сейчас мы в сцене подгрузим наши ошибки вот сделаем так компилит импорт короблист в данном случае вот у нас когда мы делали компиляцию проходила вот погрузились наши ошибки вот это когда у нас высвечивалось о том что очень много ошибок она удалилась 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 почему я оцентирую внимание на вашем на не стал передающим передачам перебегировать именно по нашему проводу как бы сейчас у нас прошло это так посмотрим у нас отобразил все существующие ошибки в данном случае эти ошибки если вы обратите внимание помимо инвалид фейсов нашим появилось еще очень много ошибок эти ошибки относятся к растяжке текстуры которая наложена на нашу модель большинство вот этих вот всех ошибок это именно что текстуре но как мы видим что на нашей башне гейм-класс была инвалид фейс полоса это ее сейчас в данном случае нет вот мы с вами исправили давай теперь мы с вами попробуем сделать именно вот ударить исправить вот эти растяжки которые нам появился показал этот провод в данном случае вот давайте сделаем сброс сцены вот в данном случае наш провод и сейчас займемся им что у него не так если мы обратите внимание давайте сделаем с вами подсветочку клавиша 8 немножко подсветим нашу модельку вот видите что у нас торцы нашего провода здесь очень сильная растяжка по текстуре давайте мы скроем нашу модельку и займемся именно с нашим проводом помните когда мы делали развертку текстурную вот мы с вами развернули только лишь саму основную именно вот часть по проводу но мы с вами забыли сделать именно торцовую часть давайте мы сейчас это исправим перейдем в кладочку фейсов белый ангел игнор выделим наш вот торец один нашего провода торец второй есть два варианта либо просто удалите их если это скрытое где то чтобы что это не либо проведите текстурирование развертку именно по сетке вот и давайте мы его разложим вот они появились наши два развертки там сейчас скроем чтобы она не мешалась вот она наши развертки появились как мы видим сейчас здесь у нас отобразилась немножко небольшая накладка текстуры это уже правильно сделано вот в данном случае мы конвертируем в поле и произведем экспорт так здесь мы сцену сбросили stalker export object как мы помним его сохраняем да подтверждаем все прошло успешно так мы запустим нашу сцену на которой находится наш этот объект и еще раз делаем билд сцены компьютер билд запускаем билд прошел успешно вот видишь он не показал что здесь у нас была когда-то растяжка вот сохраняем и сбрасываем закрываем и запускаем наш партинг давайте для пущей уверенности мы запустим наш который не обходит наши фейсы инвалид фейс ошибки и запускаем локацию компиляции сейчас написано нашу ошибку так далее что у нас прошла ошибка инвалид фейсов закрываем запускаем наш лэбл эдитер подгружаем нашу сцену открыть вот и давай теперь импортируем сюда все ошибки которые у нас были импортеррорист вот она ошибка время 14 22 только что прошло и делаем открывание ну что у нас получилось у нас опять высветилось что у нас нет разведки на нашей проводе вот либо неправильно расположены наши вертексы давайте еще раз посмотрим что мы сделали опять здесь не так ага мы сделали мы сделали с вами развертку по модели применим модификатор subdevitch так применяем модификатор subdevitch вот и конвертируем в поле и теперь мы экспортируем экспортируем здесь делаем вброс выбираем наш объект до экспорта 3 сохраняем и проделаем ту же самую процедуру файл открываем нашу локацию компил билд есть окей все запускаем в билд нашу локацию так ошибка у нас выскочила давайте закроем нашу ошибку опять запустим глава аудитор закроем нашу локацию вот и нашу локацию и теперь с вами сделан импорт ошибок импорт аррорист вот наш импорт видите да у нас исчезли наши ошибки как то один из пользователей отзывался о том что не нужно применять модификатор subdivisions так как сам плагин экспорта у нас эту программу при экспортировании он ее по любому у нас разобьет на секции как полагается вот как бы да он разбивает но не разобьет он не так как это необходимо для работы так метр димакс выскочил и то что у нас слишком большая нагрузка не против идет ну ладно так на сегодняшнем уроке мы с вами разобрали именно наши вот ошибки которые происходят почему они происходят и как с ними бороться именно растяжки по текстурам и валют фейсы это двойные ребра либо двойные полигоны которые находятся с вами вот чтобы они нам не мешали давайте мы их уберем клер брос ошибок иногда это очень сильно нагружает юпорт но для работы бывает программа вылетает при вашем нагрузке я думаю что вы немножко поймете как исправлять данные ошибки и не будете экспериментировать импортировать экспортировать объекты и ошибок на этом с вами буду пока прощаться до следующих встреч спасибо с вами был я Андрей Непряхин спасибо Продолжение следует...